Самарская область – это не только Волжские просторы и Жигулевские горы. Путешествуя по нашему региону, можно открыть для себя множество интересных исторических и культурных объектов, а также прикоснуться к древним традициям и ремеслам, которые до сих пор сохраняются в отдаленных уголках области. Сегодня наш маршрут пролегает через Нефтегорский район и первая остановка – село Бариновка. Сегодня мы отправились в глубинку Самарской губернии. Бариновская мельница – единственная в России, которая восстановлена на своем историческом месте. Она относится к началу XIX века, когда купцы со всех городов приезжали в губернию помолоть зерно. Больше ста лет проработав, она стояла заброшенная и вот в 1923 году обрела новую жизнь. Она уже дала муку, из которой испекли крафтовый хлеб по особому рецепту. Бариновская мельница появилась на этом месте в 1848 году. Она относится к типу четырехкрылых деревянных ветряных шатровок голландского происхождения. Отличительная черта этого типа мельниц – их подвижная голова. С помощью массивных деревянных жердей, называемых водилами, ее разворачивали по направлению ветра. Мельница работала при селе ветра от 13 до 17 метров в секунду. Мельницу построили почему на этом месте? Потому что открытое, возвышенное место, доступное ветрам. Мельница работала наиболее правильно только четыре месяца в году. Два месяца осенью, когда дули наиболее сильные ветра, это был октябрь и ноябрь, и два месяца весной – февраль и март. Вот как раз в эти месяца скапливалось много народу. Мы приезжали с нашего села, значит, из других сел крестьяне съезжали, снимали дома в Бариновке, занимали очереди и мололи. Более сотни лет мельница работала и кормила всю округу, а молва о высоком качестве местной муки уходила далеко за пределы Бариновки. Еще в начале 19 века Самарская губерния стала одним из центров зернового производства и получила славу хлебной столице. На европейском рынке местная мука не уступала по своим качествам голландской, английской и американской. В 1889 году журнал «Самарец» писал о том, что самарская пшеница – одна из лучших в свете. Королева английская каждый день за кофе кушает печенье из самарской пшеницы. К нам приезжали специально за мукой белотуркой, которая была популярна и очень известна. Чем она отличалась? Это была мука высшего сорта, она была более тонкого помола. И именно это зерно, которое называлось белотурка, оно было элитное зерно. Наша мельница была одной из популярных мельниц, которая могла молоть эту муку из этого зерна именно тонкого помола. И получалась очень ароматная и вкусная выпечка. Высокое качество помола достигалось благодаря крепким жерновам. Считается, что часть из них привезли с Урала, а часть – из Франции. Жернова из местного известняка на мельнице не использовали, так как они были мягче и не давали мелкой белой муки. Мельница работала где-то до 1960-х годов. Последняя мельница, когда сослали в Караганду, перешла в колхоз, работала при колхозе имени Кагановича, потом колхоз Чапаева. Потом она как дробилка работала, потом как хранилище всякого хлама, а потом ее и вовсе закрыли. После закрытия мельница была заброшена, а ее конструкция начала разрушаться. В таком виде она простояла десятки лет, пока в 2021 году не было принято решение об ее реставрации. Спустя два года работ памятник русского деревянного зодчества обрел свою вторую жизнь. Теперь это уникальный туристический объект нашего региона – единственная в России ветряная мельница, восстановленная на своем историческом месте. Главный принцип реставрации нашей мельницы – это сделать ее работоспособной, чтобы она в сегодняшние дни могла бы работать и выполнять свою главную функцию – молоть зерно. Снаружи мельница выглядит как новая, но ее каркас был частично сохранен. Вертикальный вал, запускающий жернова, тоже оригинальный. Ему 176 лет. Жернова для мельницы изготовили в Дагестане из прочнейшей горной породы. Это самые большие мельничные жернова в России. Диаметр 1420 миллиметров. Близлежащую территорию благоустроили. Теперь бариновская мельница – экопарк, предлагающий множество активностей. Например, можно заглянуть в дом мельника. Он также расположился на своем историческом месте. В центре – русская печка и небольшой музей, где проводят дегустации хлеба и мастер-классы. Рядом с ним еще один арт-объект – водяная мельница. Для гостей парка работают кафе и сувенирные лавки. А отдохнуть можно на площадке с качелями, выполненной в сельском стиле. У нас есть где отдохнуть. У нас прекрасные качели. Причем тоже, если обратите внимание, это качели аутентичные тому времени, 18 века. Они чисто сделаны из дерева, они такие грубые. И сама форма у них та, которая была у наших прапрабабушек. Как качались на Руси, так и у нас можно это испытать. Мы продолжаем исследовать Нефтегорский район. Следующим пунктом нашего маршрута стало село Покровка. Главная достопримечательность этого места – храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Местные жители начали строить его своими силами в 1906 году. Здесь до сих пор есть маленькая улица, которая называется Кирпичная. На ней построили маленький кирпичный заводик. Глину брали вот здесь из-за Самарки. Вот там до сих пор есть родник очень хороший такой, который открывает пласты этой глины. Вот оттуда возили, здесь обжигали кирпичи. Раствор, как тогда строили, делали на извести и яйцах. Во внешнюю сторону стен ложили исключительно белок. Поэтому раствор очень крепкий. Храм спокойно простоял сто лет, даже несмотря на те, так сказать, неурядицы, которые ему пришлось претерпеть. Строительство завершилось в 1914 году, и спустя 20 лет храм был закрыт председателем местного колхоза. Здание приспособили подзернохранилище, и именно это спасло его от гибели. В отличие от многих других храмов, разрушенных до основания в советские годы, этот лишился только крестов. В таком виде церковь просуществовала до конца советского периода. После 1991 года он просто был заброшен. Многие местные жители, кто, так сказать, были пацанами здесь, они вспоминают, как они лазили по храму, как они залазили на колокольню, на крышу храма. Но, слава богу, что храм сохранился. И потом были местные жители, которые активно стали трудиться над тем, чтобы храм восстановить. И сами местные жители собрались, и сами очищали храм от всей грязи, все выносили. Стараниями прихожан в храм привели отопление, починили прозекающую крышу, заменили окна и поставили новые купола. Внутри храм отштукатурили и обновили иконостас. На нем можно увидеть и старинные образы. Икона Николая Чудотворца, написанная на Афоне, относится к XIX веку. Наши предки, они совершенно другого духа были. Когда человек что-то творит, всегда то, что внутри него, в этом творении обязательно выражается. И поэтому у них получалось строить вот такие здания, такие сооружения, такие храмы прекрасные, благодаря которым мы можем, так сказать, и взгляд свой порадовать, а главное душу свою, так сказать, обратить к Богу. Мы перемещаемся в Богатовский район. Здесь среди бескрайних полей в 1878 году было основано село Максимовка. Это место можно назвать музеем под открытым небом, ведь здесь сохранилось множество искусных образцов русского деревянного зодчества. На десяти улицах села красуется около 500 деревянных домов. Каждый отличается уникальным резным декором. Яркий образец долотной резьбы расположен на Октябрьской улице. Другое название этой техники – корабельная. Есть мнение, что именно такой резьбой украшали корабли, начиная с XVIII века. Нужно сказать, что он единственный в своем роде по исполнению резьбы в Богатовском районе. Коренные жители нашего села не утрачивают то наследие, которое получают, потому что понимают, что это творчество народа. И, наверное, больше не понимают, а чувствуют, что с утраты таких деревянных строений исчезнет, наверное, какая-то самобытность, наша идентичность. Еще со времен язычества наши предки украшали свои жилища яркими, витиеватыми узорами. Люди верили, что таким образом они защитят свою семью от бед, привлекут в дом счастье и изобилие. Каждый вырезанный элемент несет в себе сакральный смысл. Растительные символы колоть ели цветы, призывали плодородие и хороший урожай. Геометрические, например, ромбы, обозначали вспаханное поле. Круги – символ солнца. Орнамент – это язык тысячелетий, и поэтому с нами дома разговаривают. Они нам несут особую информацию о наших предках, о их сознании, о их мировоззрении. И еще академик Рыбаков говорил, что нам кажется, это ключевое слово, что нет ничего более незатейливого, бессмысленного, чем деревянное искусство, которое мы сейчас называем деревянным кружевом. Хотя посмотрите, пожалуйста, какую легкость придает дому вот эта пропильная доска. С древних времен особое значение имела религия. Церковь была центром общественной жизни и объединяла людей. Удивительно, что в дореволюционной Максимовке сосуществовало два религиозных течения – христианство и молоканство. Последнее пришло в эту местность из Тамбовской губернии. В ходе переселенческих кампаний в конце 17 века молокане не признавали храмов, икон, богослужения, не постились и не носили крестов. Главной для них была Библия, и толковал ее пресвитер – староста общины. Из-за этих отличий православная церковь признала молоканство религиозной сектой и противостояла ему. Поэтому и Максимовка была поделена ее жителями надвое. В молоканской части села до сих пор сохранился молельный дом, построенный в начале 20 века. После революции молельный дом национализировали. До 60-х годов прошлого века в этом здании размещался детский дом. Здесь воспитывались в том числе дети блокадного Ленинграда. Дети вот здесь занимались хозяйственной деятельностью, все вместе гуляли. Причем они жили не оторвано от сельских жителей, они выходили на улицу, также бегали с сельскими детьми. Гуляя по Максимовке, мы находим еще один архитектурный памятник – здание земской школы. Его построили в конце 19 века. Здесь получали образование крестьянские дети, поэтому в начале и конце учебного года классы были почти пустыми. Большинство ребят вместе с родителями работали в полях. Несмотря на это, уровень образования был весьма высоким. В Бузулукском уезде, к которому на тот момент относилось село, средний процент грамотных среди крестьян составлял 5,8%. В то время как в Максимовке он почти достигал 12%. Обычно преподавали в таких школах учителя начальных классов. Всего было 4 класса, и акцент делался на знании родного языка. Здесь имелась библиотека, поэтому школа была оснащена по последнему слову того века. В 19 веке Максимовка была центром кушачьего промысла. Рукодельниц здесь было больше, чем дворов. Все зимы напролет они ткали, летом продавали свои изделия и привозили с московских выставок призовые места. Вот такие пояса-кушаки славились на всю Россию. Отрадно, что и сейчас местные мастерицы возрождают это народное ремесло. На кушачьем промысле была задействована практически вся женская половина села. Девочки до 12 лет прилип ряжу, а женщины делали сами изделия. Лучшие кушаки ткали из тонкой овечьей шерсти с шелковыми нитками. Они были мягкими на ощупь и высоко ценились на ярмарках. Ради этого аксессуара в Максимовку съезжали скупцы из разных уголков страны. Качество кушаков достигает российских масштабов, и поэтому в конце 19 века на выставке в Москве занимают наши женщины почетное третье место. И нужно сказать, что доход от плетения кушаков достаточно высок. По тем меркам это составляло 25 тысяч рублей в год. Без прибивного ножа нам никак не обойтись. Мы будем прибивать нитку утка. Сейчас я нажимаю по современному педальки, по ткачеству, по ткацкому это ремиски. Нажимаю, у нас расходятся нити. Нити основы разошлись, и сейчас мне нужно будет туда проложить уток. Сейчас сделаю, посмотрите, как это хорошо. Так, прибивным ножом я прибиваю, нитку утка протягиваю, ремиски передвигаю, и у нас получился ряд. И вот так хозяйке, ткалина у них получилась намного быстрее. Максимовские кушаки были чрезвычайно пестрыми и представляли собой смесь из семи цветов, расположенных в ряд узкими полосами по длине изделия. Всего 72 ярких линии. Длиной они были чуть более трех метров. На концах кушака оставляли бахрому. Делали их при помощи ткацкого станка. Надежда Дюжева освоила это устройство несколько лет назад и теперь передает свои знания подрастающему поколению. Технология изготовления кушака не изменилась. Станку в местной мастерской более ста лет, но таких же работали рукодельницы в далеком прошлом. Один кушак изготавливался менее чем за неделю, а за зиму хозяйка могла сделать около 40 изделий высшего качества. Приходят гости, приезжают, особенно городским, очень интересно, что же, как, какой, как ткут, как это все происходит. Можно приехать на мастер-класс, приезжать, с удовольствием покажем. Наши путешествия подходят к концу. Самарская область полна удивительных мест, интересных историй и уникальных традиций, которые стоит узнать и сохранить. Мы надеемся, что этот выпуск вдохновил вас отправиться в собственное приключение и открыть для себя новые уголки родного края.